Аплодисменты Напоминаю, напомни мне Как стать разработчиком спутника на Дальнем Востоке? Да! И я оказалась еще не в самой ближней к космосу Еще раз добрый вечер Поехали Да, переехать в Москву или в Питер Или переехать во Владивосток 22 сентября, я, можно сказать, не включаю почти эту дату Стало 3 года, как я переехала из Краснодара во Владивосток Я поступила на магистратуру в прекрасное заведение под названием ДВФУ И, казалось бы, да, это приключение на 5 минут, но нет Я здесь уже 3 года С удовольствием учусь, работаю и живу в этом прекрасном городе Возможно, кто-то со мной тут, нет, согласен, но я без ума от этого города Мое сердце здесь Собственно говоря, в ДВФУ я поступила на магистратуру По той программе, по которой учится Андрей Только я была первым набором, а он третий набор И последний, к сожалению Но, в целом, следите за новостями, возможно, будет еще один набор Собственно говоря, я поступила, приехала на остров, влюбилась в место И пошла первый раз на занятия в такое замечательное место, как центр проектной деятельности Спойлер, за мной будет еще один человек из этого центра Так что мы собрали практически всех оттуда Возможно, еще кто-нибудь приедет к этому гостю Собственно говоря, это направление, в которое я первый раз пришла на занятия Увидела там совсем какое-то непонятное помещение Где были столы из палет, где не было стульев, были мешки И там у нас начали проходить занятия Где-то примерно на первой же неделе я подошла и спросила, можно ли работать Мне сказали, да, конечно, нам нужен руководитель проекта И, собственно говоря, так началась моя деятельность в ДВФУ Сейчас я руководитель этого направления, вместитель технического директора И в нашем направлении аэрокосмической техники Мы занимаемся очень странно вещами, связанными с космосом Одна из таких вещей, это центр спутникового мониторинга Как раз таки по нему сейчас я нахожусь в аспирантуре Я занимаюсь дистанционным задерживанием Земли, а именно калибровкой спутниковых данных Это очень интересная вещь, гушмат, высшая математика Очень увлекательная, каждый раз удивляешься тому, что ты можешь сделать Также мы запускаем ракеты, и этим занимается у нас теперь Андрей Спасибо ему большое Это, кстати, ракета 12 апреля Можно там увидеть нашего директора, ребят, которые все это готовили И это корова, о господи, эта ракета называлась коровка Но если вы посмотрите, она разукрашена под коровку Да, и можно сказать, что my research is about Тема моего изучения и тема моей работы вообще в целом Это разработка малых космических аппаратов Это вот такой вот спутник, он стоит у нас на столе И это настоящий спутник, который можно отправить на орбиту К сожалению, я забыла взять пластиковую модель Вы его потрогали, он вот такой маленький И это настоящий спутник, который отправляет на орбиту Собственно говоря, что у нас по спутнику Я на этом флейме хотела бы рассказать вам о том, что спутники бывают разные У нас есть два вида спутников Естественный и искусственный Естественный это у нас что? Отлично, все это знают А искусственный это все то, что запускают люди при помощи ракет Выпускатели начали когда их? Первый запуск? Первый, первый 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 Ну пожалуйста, ну мудрее Help Я что даты? Я всегда с датами не дружу 4 октября 1957 года был запущен первый спутник Который так назывался спутник 1 И, собственно говоря, с того года началась эра развития космического движения Развития космонавтики и начали разрабатывать различные спутники Собственно говоря, первый тип спутника это как раз спутники дистанционного зондирования Земли Это вот, к примеру, Конопус В Это российский спутник, который снимает территорию под собой в различных спектрах Он может снимать и в видимом диапазоне, и в инфракрасном, и в куче-куче разных других Которые позволяют географам, и не только им, метеорологам, просто людям, которые занимаются исследованием каких-то процессов К примеру, Камчатка в прошлом году была отчасти исследована при помощи дистанционного зондирования Земли Используют как раз такие спутники Следующие спутники это спутники связи Спутники связи позволяют нам общаться с нашими близкими, которые находятся на другом конце страны Позволяют нам смотреть прямые эфиры, которые сейчас будут проходить в Москве, либо в Китае И это как раз таки происходит при помощи спутников связи Первый спутник связи, если не ошибаюсь, назывался «Ямал» И его запустили как раз таки для того, чтобы провести связь между Москвой и Владивостоком Впервые было проведено телевизионное обещание при помощи такого спутника Спасибо, пожалуйста, спасибо большое Ну, друзья, во-первых, вечером все приходят домой На календаре с жирненьким, красненьким обводим 4 октября, как второй после Нового года Перед вашим днем рождения праздника, который нужно отмечать Как так вообще не знали? Не знали, что отправили спутник Ладно, простим им за счет тех вопросов, которые сейчас услышим Друзья, ваш вопрос Ну ладно, ладно, чего ты еще не знаешь? Не успел я загуглить, не успел Но когда вот ты спутник запустишь свой, я запомнил, честно, обещаю Ладно, хорошо Либо когда наша ракета полетит Мы сейчас еще не скоро, а деменция начнется к этому времени Так вот, вопрос, ладно Нужен ли России свой Starlink? Никто не спрашивает, нужен ли нам свой Starlink Никто не спрашивает, нужен или нет Он уже создается Это бывший проект, по-моему, назывался Сфера Сейчас его уже переименовали в несколько раз И он уже разрабатывается Ну, опять же, это роскошность Насколько я знаю, там такая мима часть Что там не только связь, там еще и Конопус Туда же там, короче, все вопа чуть-чуть Или ДЗЗ и связь, там вот Сферу этот полет, все, да? Короче, нас будет свой, мы и чужим пользоваться не будем Конечно, нам запрещено Ну, никто не слышал Там мемы запрещенные будут, да? Конечно, конечно Без запрещенных мем Там есть продолжение вопроса какое-то? Не знаю, ладно, все, спасибо Началась дискуссия, хорошо, спасибо большое Мне очень понравился ответ А никто не спрашивает, надо или нет Вот делают Ну да Просто делают Мне кажется, не только это с космосом Такой подход У нас просто менталитет Никого не спрашивают, надо или нет Его просто делают У меня тут тоже возник вопрос Вот директор-то стал бывшим после запуска Спутник или там другая была причина? Там была другая причина На повышение На повышение пошел Хорошо, друзья, продолжаем Есть еще 4 минуты Ваш вопрос У меня такой вопрос Он тоже, может быть, немножко не потенит Почему спутниковые снимки такие дорогие? Потому что это закрытый рынок И если посмотреть на то, кто их продает На самом деле они продают бесплатные снимки, которые может принимать абсолютно любой Просто дело в том, что станция стоит порядка 15-20 миллионов То есть надо наладить всю эту работу И как бы они пытаются сами себя купить Ну, если вы покупаете снимки в ScanX Я думаю, вы знаете, что это такое Они продают бесплатные снимки Я скажу, открою секрет Можно обращаться к нам, брать у нас Вот как один вариант Обращаться к нам У нас и дешевле будет, правда? Конечно Конечно Хорошо, друзья Продолжаем тему исследования космоса Да, как же я ошибался, когда я говорю, что у нас один Единственный Ну, тут вы видите Аперт Илона Маска Чуть-чуть его пытающий подвинуть А тут, в общем-то Как импортозамещение полностью идет Хорошо Друзья, еще есть немножко времени Задать ваш вопрос И да, возможно получить подарок От наших партнеров У меня такой вопрос А чем ты вдохновлялась Чтобы прийти вообще во всю эту деятельность И как тогда будет Получиться руководить И вот какое еще одно мнение Ты сказала, что ты как-то далека от запусков Или чего-то такого в начале Я, на самом деле, когда переезжала сюда Я не знала, чем я буду заниматься до конца Я просто приехала на магистратуру Почитав о том, что такое дистанционное заделение земли А оказалось, что это очень интересно И я это могу Ну, то есть У меня есть базовое там Образование инженерное Которое мне дало возможность того Чтобы я научилась Профильно применять свои знания Еще раз Там было что-то про то, чем я вдохновлялась Честно сказать, я до сих пор помню Уроки физики, когда нам рассказывали Про теорию относительности Эйнштейна Вот, наверное, вот с нее все и началось Она как-то так меня захватила И вот это вот Споры Они меня в это вовлекли Да, на бакалавриате я не училась На космической Кстати, да Бакалавриат я закончила не по космической тематике Это был Абсолютно рабочий какой-то бакалавриат Но потом Я получила знания При прикладном На космической отрасли И я безумно рада до сих пор Что я на это решила Никто ее не спрашивал Вдохновляет ее это или нет Ей просто дали знания Оказалось, у нее это получается Последний вопрос Последний шанс Оставит липту в развитии Роскосмоса Через Владивосток Ну, пожалуйста Вот здесь я знаю По глазам ниже есть вопрос Но почему-то рука не поднимается Да Рука поднялась Подожди Три секунды Две Сейчас долетит наш спутник Вот он Я у всех спрашиваю Кто занимается космосом Верите в НЛО В пришельцев И внеземных Я считаю, что это то, чего я не знаю Дипломатичный ответ Согласитесь Она не сказала Да или нет Она ответила Вот так, друзья Учитесь Хорошо Настя, у меня вопрос к тебе Какой Вопрос, на твой взгляд Достоин прощения? Девушки, про вдохновение Да Вдохновение И же с ним Хорошо, спасибо Ваши аплодисменты Анастасии Хранцовой Можешь остаться здесь Прилишь В принципе, уже не так жадко Поважаем У нас остался еще один спикер Это Дмитрий О, прошу прощения Да, все правильно Дмитрий Богдан Вот, еще спикер подошел Врач-биофизик Руководитель направления нейротехнологий Центр проектной деятельности ДФУ Руководитель проекта по созданию Помните чего? Активного биологического протеза Какой конечности? Нижний Нижний Видите, кто сам начал с нами Спасибо В наших сердцах Богдан Да Ну, у нас тут много тем с космосом И, в принципе, с изучением Земли Если мы говорим про географию Все как-то вот сверху А ты, я так понимаю, больше изнутри Я снизу Я же нижние конечности делаю От, сорян То есть у вас есть те, кто тоже повыше Да, конечно Тут тоже вопрос Я вот его подхватил у нашего победителя Предыдущего вопроса Почему ты пошел вот в биофизику? Что это? Коротко Если совсем коротко, то я хотел помогать людям И я решил, что нигде лучше, чем в медицине я этого не сделаю Но прям во врача я не пошел Поэтому я, в общем-то, занимаюсь другим способом Помощью людям Давайте узнать, чем занимается Богдан Прямо сейчас гонг А можно переключать это, пожалуйста? Благодарю Приветствую всех Меня зовут Богдан И я являюсь руководителем направления нейротехнологии Еще раз представился Да, туда-сюда Все это здорово Интересное вообще, наверное, слово Нейротехнологии Я вам вообще скажу лайфхак небольшой Если вы к чему угодно приставите приставку нейро Это будет звучать круто Попробуйте Нейротелефон Не знаю Нейроботинки Офигенно же Но это будет еще круче Если вы попробуете разобраться, что такое есть нейро Нейротехнологии Это такая дисциплина Вообще это науки Которые в свое время пришли из медицины И занимались в первую очередь Вообще разработкой различного рода Способов регистрации Активной деятельности нашей центральной нервной системы Будь то головной мозг Спинной мозг Периферическая нервная система Все что угодно И, в общем-то Так оно и было до недавнего времени До тех пор пока Нейротехнологии не отделились вообще В отдельную самостоятельную науку Это произошло около 20 лет назад И сейчас Нейротехнологии В общем-то Манипулируют всем этими вещами И по сути Цель конечная была Не только исследование нашей центральной нервной системы Но и способов Как-то на нее повлиять Собственно Оттуда появились Некоторые способы Вообще всего этого И всей этой диагностики Я думаю про КТ и МРТ головного мозга Слышали все Электроэнцефалограммы Которую возможно Даже кто-то уже делал Вот Такую шапочку надевают Мы сегодня про нее еще поговорим И так далее Но сейчас нейротехнологии Которые исповедую я Они немножко про другое Почему? Потому что нейротехнологии По сути Еще раз Это про управление нашим организмом Соторной нервной системой Но у нас по сути Все сигналы Которые можно снять с человека Управляются самой нервной системой Будь то дыхание Движение глаз Мышечные сокращения Все что угодно Поэтому нейротехнологии В моем понимании Сейчас гораздо более широки Чем просто центральная нервная система Собственно говоря Именно отталкиваясь от того Какие сигналы можно поснимать Мы реализуем Огромное количество различных проектов В частности Это проект Например Вот слева парниша со стандартным ЭЭГ примерно Пытается взаимодействовать Снимать различные сигналы Там по усталости Мозга и так далее Вот Парниша посередине Занимался разработкой Специального контроллера Типа геймпада Для Мортал Комбата Но в который Использует исключительно Мышечные сигналы И манипуляции В общем-то движение тела Моушн капчер Без всякого навесного оборудования Вот И другие Вон ребята сидят Специально в такой Африканской фананке Там специальные очки Которые позволяют Отвеживать направление взгляда И пытаться Манипулировать различными роботами Конечностями Чем бы то ни было еще В общем и целом Поснимать можно все что угодно И можно это использовать Тоже как угодно Лишь бы была фантазия Но собственно говоря Теперь вернемся к теме Мое доклад называется Танцы нашего мозга И сейчас я попробую объяснить почему Что если я скажу вам Что наш головной мозг Это просто невероятная Рейд вечеринка Просто безумная на самом деле И вот так если посмотреть Наверное Чего-то похожего мало Да? А если вот так? Уже лучше Да? Нет? Нет? Я считаю что да Просто цвета совпали Очень удобно Но суть не в этом Суть в том что Я хотел бы рассказать про нейроны Нейрон если что Это основной такой ресурс Строительный кирпичик Нашей центральной нервной системы И в принципе того Как все происходит В нашем организме Если что Общаются они между собой Электрохимическим путем То есть там одновременно Электричество передается Ну и без химии Как бы никуда Собственно говоря Основной рабочий инструмент Нейротехнолога Скажем так Это электроэнцефалограмма Электроэнцефалограмма Это способ Неинвазивный метод исследования Который позволяет регистрировать Биологические потенциалы Которые формируются В нашем мозге С помощью нейронов Все это классно Интересно Ну давайте попробуем Немножко перейти К осязаемым Да? К материям Вот так вот выглядит Если что Электроэнцефалограмма На мой взгляд Картинка отборная Немножко страшная Напоминает какие-то Не знаю Припадки Но Это норма И так должно быть Но А вот так не должно быть Вот это настоящий припадок Так выглядит эта лекция И казалось бы Классно Вы все только что Получили образование Специалистов Функциональной диагностики Можно смотреть чужие Гэшки Здорово, правда? Но не все так просто Потому что Состояние, которое можно Исследовать Огромное количество Я лишь показал буквально Одно единственное Так вот Для того, чтобы во всем этом Серборе вообще Вычленить хоть что-то адекватное Люди в общем-то Долго осматривались Нормальную Электроэнцефалограмму Пытались посмотреть Что в ней есть Как это работает И что вообще на это дело влияет Так появились Некоторые ранжировки Относительно того Какие ритмы существуют В нашем головном мозге Условно В этом-то и суть Наш мозг Танцует в определенных ритмах При различных наших состояниях Соответственно Есть медленные ритмы Есть быстрые ритмы И так далее И так далее А вкратце Для того, чтобы при этом Все это дело Отличить одно от другого Однажды Эротехнология решила А давайте-ка мы Плюнем немножко На стандартную медицину И попробуем Применить научный подход Применив математику Фильтры И прочие-прочие вещи Как вы считаете У нас вот с вами Какая была бы энцефалограмма Когда мы слушали Выступления Богдана На уровне Вот Дельта Когда Ну как бы Ну все Ну вот как обычно В общем да? Или все-таки Что-нибудь из разряда Бета, гамма Когда уже движ пошел Кто за первый вариант? Таких нет Кто за второй вариант? Нет Отлично Тогда ваши вопросы Ваши вопросы Багдана Пожалуйста Вот здесь девушка На первом ряду Девушка на первом ряду Да Спасибо Хорошо Багдан А где на этой рейф-вечеринке Наше сознание находится? В каком уголке Она там тусит Вот не знаю Она выпивает там Танцует Что она делает? Где наше сознание На тусик? Это очень хороший вопрос Я и знаешь Даже такая тема Относительно того Что на самом деле Мы и есть мозг А все остальное вокруг нас Это просто экзоскелет Которые позволяют Как-то этому мозгу Перемещаться в пространстве Так вот Вся эта рейф-вечеринка Есть мы Здесь нет каких-то Отдельных на самом деле Структур Которые отвечают За конечное сознание Потому что Есть так называемый Рептилоидный мозг Это прям условные структуры Которые отвечают За базисные вообще Жизненные показатели Но при этом У этого организма тоже есть сознание И можно было бы предположить Что все находится там Но если ты удалишь Человеку достаточно Большое количество Оставит только вот этот Рептилоидный мозг От него ничего не останется Это значит то что Это вещь о том Кто мы Есть и здесь Спасибо Почти ненавязчиво Ответил на вопрос Что вам стоит Стридеться еще в общаться Хорошо Каждый день на работе А получается Ты мама не слушает Шапки с мамой Да? Я для чего волосы отращиваю По-твоему? На тот случай Если шапку вверх Он сдует Я всегда с вами Хорошо Спасибо Пожалуйста Да Я как-то Услышала Очень интересную фразу От Натальи Бехтеревой Что До сих пор Точно неизвестно Наш мозг Сам продуцирует Свои мысли Или он откуда-то Из общего информационного поля Их считывает Так вот Как вы считаете? Очень хороший вопрос На самом деле Лично для меня хороший Мне нравится Я вообще местами Исповедую все эти вещи Относительно там На сферы и прочих Таких понятий Вот Но это предмет веры На мой взгляд Наука немножко про другое Да, будем честны Скажу так На мой взгляд Мозг все-таки Достаточно независен Чтобы сам генерировать Подобные вещи Но Никто не отрицает Возможности Так сказать Этого воздействия Потому что Если мы чего-то не знаем И не видим Это не значит Что этого нет Ну ровно как Какое-нибудь Красное излучение С информационным полем Может быть то же самое Просто мы Пока не придумали инструмент К сожалению Ответе на этот вопрос Много перспективы Я бы так сказал Это дискуссия Вам впроем У нас лица пообщаться Вопрос, пожалуйста Там наверху У нас Видите По диагональке Можно сразу два вопросика Первый Может ли отличаться Эгэшка нормального человека От эгэшки человека Заткарения межпсихики Хороший вопрос Да На мой взгляд Да Все зависит На самом деле Почти всегда От разрешающей способности От того Какие функциональные пробки Мы применяем Просто фоновую эгэ На самом деле Ну то есть Когда мы просто снимаем Без всяких там нагрузок Не заставляя его Ну грубо говоря Взаимодействовать Внешними условиями Какими-то Она скорее всего Ничего не даст Но для этого Специальные пробки Эмоциональные существуют Которые могут позволить Как раз выявить подобные вещи Например Извини Расширю ответ на вопрос Даже если нет прям сильных Отклонений психики Ну например Шизофрения какая-нибудь Да Условно Она скорее всего Может быть спровоцирована Какими-нибудь Быстрыми морганиями света И так далее Поэтому вот Есть специальные Такие функциональные пробы Которые позволяют Появлять подобное Скрытое состояние В нормальном состоянии Скажем так Хорошо, спасибо И второй вопрос Следствие Мозг грубо говоря Донсует В зависимости от ком По влиятии Ну Время суток Но преобладание Какой-то приемной волны Да, точно да И Ну можно отдельно Об этом много говорить Но пока ответ Просто да Я вот пропустил момент У тебя в презентации Были ссылки На твои странички Чтобы Вопросы Которые Не вместятся В наш Объем Да У меня нет страничек К сожалению Да С305 напишите Там есть все контакты Думаю Свяжемся Пожалуйста Вот там раньше была рука Пожалуйста Во-первых, спасибо за доклад Он очень интересный Во-вторых Вот Наглядно были представлены Картинки В зависимости частотного диапазона От состояния человека Вопрос Вот Если человек находится В активном состоянии Можно ли более детально Вычленить информацию Из вот этих спектров Ну то есть Если например Человек загадал Объект какой-то Могу ли через спектр Понять Что за объект Он загадал Хороший вопрос Спасибо за него На самом деле Подобные разработки Уже достаточно давно ведутся И почти что всегда Все зависит в первую очередь От разрешающей способности Условно Есть электронисфолографы Которые снимают Ну грубо говоря У него два датчика На каждой полушарии И все Есть электронисфолографы Которые имеют 128 каналов И это просто весь усеян Электродами Тогда мы можем Конкретно маленькой группе нейронов Что-то посмотреть И фишка в том Что наши вообще нейронные связи Они как бы не просто так формируются Мы зачем в школу ходим Чтобы эти связи отрастали Не для того чтобы что-то запоминать На самом деле Так вот Вот эти моменты с объектами И прочими вещами Они диктуются именно тем Как все это внутри устроено И гипотетически На самом деле Уже есть подвижки в эту сторону И да Узнать о чем думает человек Вообще по идее можно Как раз за счет разложения Спектра Отсеивания Всяких артефактов И так далее Но это достаточно сложно При этом нужен очень яркий образ Который реально провоцирует Какие-то изменения Вот Друзья мои вечера удался хотят Потому что Позвучал ответ на самый главный вопрос Зачем вообще мы ходили в школу Не для того чтобы все это запоминать А чтобы отращивать себе нейроны Последний вопрос Очень красный Очень краткий Но очень актуально Вот Если наш мозг Зараза такая не отдыхает Даже во сне Зачем нам спать вообще Очень хороший вопрос И он связан с тем Что ну Если ты вспомнишь картинку Которую я показывал Где все такие И один такой Даааа класс Вот То на самом деле Это как раз с этим и связано Он как бы отдыхает Все равно А просто он делает это частично Ну грубо говоря Он вырубается не сразу Он делает это постепенно Различные участки мозга Задействует Это приводит к тому Что нейроны Которые в этот момент Грубо говоря Находятся в медленных ритмах Дааа Танцуют какой-нибудь блюз Они восстанавливают свою энергию И в течении дня Она расходуется И фишка в том Что у нейронов Есть свой грубо говоря Запас энергии Которую они могут расходовать Поэтому стрессовые различные состояния Очень сильно уволят психику Из этого И в конечном итоге Да Вот эти дикие рейв Нейронов В экстремальных Грубо говоря Состояниях Приводит к тому Что они истощаются настолько Что начинают погибать И это не есть хорошо Вывод Просто спать надо Друзья мои Отдыхать Чтобы быстрее нам Переместиться И всем отдыхать Осталось несколько процедур И первое из них Определить автора Наиболее интересного На твой взгляд Вопрос Кому мы вручим наш Вопросы честно Мне очень все понравились И мне очень сложно Выделить Вот прям конкретный Но вот опять же Лично мне Очень понравился Вопросы про Наталью Гектареву Спасибо большое за него Просто потому что он ближе мне По духу Да скажем так Но правда Все остальные вопросы тоже были Очень здоровые И потянет Большое спасибо ребят Я прям рад что вы меня слушали Друзья вам большое Большая благодарность И за вопросы Богданы В принципе за внимание Ко всем нашим слеймерам В принципе друзья Я вас и приглашаю к нам Настя Даша Андрей Пожалуйста спускай сюда Потому что Пришло время нам определить Победителя Сегодняшнего ту мира Я вас попрошу друзья Останьте пожалуйста Справа от моей руки Вот прямо здесь В поле Как мы сейчас будем голосовать В самом начале нашей встречи Я проговорил что Определять мы будем Через шум Шум Которым вы будете Ну как то сигнализировать Насколько вам зашла Та или иная тема И даже не так Не тема А выступление Но у нас для этого Есть не просто Субъективное мнение Ведущего или организаторов А есть специальный приборчик Который называется Шумомер Анастасия покажите пожалуйста Это на самом деле прибор Который официально используется Во всех турнирах Сайенс Лэма Давайте проверим Протестируем как он будет работать Я стану за одним из участников И вы поаплодируете И мы замерим уровень шума Сейчас мы его наладим Давайте так Первый раз аплодируем Как будто бы у нас происходит Заседание В кабинете министров И нужно На минималочках Так знаете Спокойно поаплодировать Давайте пробуем Спокойно аплодируем Ну это уже вот прям какая-то дельта По моему сейчас была Да? Как оно заканчивается А теперь давайте нормально Как вот после выступления Вашего любимого артиста Вы обычно реагируете Давайте еще разочек Когда артист выступает Вы наверное на улице вместе с ним Как-то улюлюкаете И токаете Вот когда Это состояние Когда вау полный рейф Как он называется? Гамма Гамму покажем Давайте Отлично есть Сравниваем Сейчас мы наш технический Все сравнили? Нормально Работаем Тогда так друзья Вас попрошу Немножко друг другу пошире стать Пошире Да Я стою за одним из участников И вы реагируете на его выступление Вам возможно было вообще не понятно о чем оно Не понравилось Или наоборот Вам не понравилось Но так все интересно Итак Выбираем А вы друзья смотрят Чтоб не знали За кем я стою Начинаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья мои, давайте еще раз поаплодируем всем нашим участникам, всем четверым Давайте поаплодируем в сумме за весь этот контент, за всю подачу, за их эмоции, энергию, за то, что они готовились Посильнее немножечко проявим внимание, любой поставил лайки Супер! И теперь они смогли аплодисменты победителю сегодняшнего турнира Дмитрию Богдану с темой программирования мозга нейросети За получение кучи интересной информации Есть! Передача-подача! Перчатки надеваются на руки, это все-таки турнир, поэтому правую на левую, левую на правую или дальше, как подскажет А я хочу дальше продолжить тему сладкого... почему сладкого, почему продолжить? Наш друг, управление по делам молодежи, город Владивосток, вместе с организатором Слэм Слэм Подготовили некоторые подарочки, призы, участникам, всем, все наши замечательные четверки ученых, молодых ученых Которые двигают науки в массы, кто-то более активно, кто-то только начал Поэтому мы вручаем приятные, наверное, приятные призы Открывайте дом аккуратно, без посторонних людей, чтобы никого не задело Вручаясь в подарки, сразу доставать ничего не надо А я обращаюсь к нашим зрителям, группе поддержки, кто сегодня собрался, к случайным, может быть, прохожим, кто присоединился, ко всем причастным к атмосфере этого вечера Если вам интересна тема науки, вы не стесняетесь, ищите, есть много талантных людей, которые подают науку не менее интересно и давно этим занимаются Заходите на странички наших ребят Если вы вдруг еще не зашли на страничку Сайенс Слэма, просто в Инстаграме забиваем Сайенс Слэм Владивосток и что делаем, подписываемся, следим за анонсами А если вы хотите стать одним из участников и о своей теме рассказывать круто и интересно в подобном формате, но, скорее всего, уже не на улице, а в каком-нибудь теплом заведении То можете отсканировать вот этот QR-код Либо опять-таки найти Сайенс Слэм Владивосток в Инстаграме, либо на Фейсбуке, на Ютьюбе Google в помощь, как говорится Благодарим вас за этот классный вечер Большое вам спасибо, благодарим Сайенс Слэм Владивосток Низкий поклон, спасибо С вами был Денис и команда Сайенс Слэм от... какого числа? 11 октября? 12 12 октября, я только четвертая запомнил Все, большое спасибо вам!